Здравствуйте, дорогие коллеги! Да. Андрей Ильич, мы неоднократно встречались с вами на нашем форуме антитромботической терапии, обсуждали аспекты, которые имеют отношение к разным вариантам антикоагулянтной терапии, и мы даже обсуждали возможный вариант поговорить об этом, но вы все-таки решили сфокусировать свое внимание на, на мой взгляд, не таком частом сочетании. Острый коронарный синдром и тромбоэмболии легочной артерии. Вот что вас сподвигло к этому? Как ни странно, встречается ситуация чаще и чаще. Чем больше тяжелых больных в нашем поле зрения, тем больше такого сочетания на наших глазах мы видим. А с другой стороны, ведь все как бы с одной стороны понятно. Мы должны давать антикоагулянты, антиагреганты, и когда мы посмотрели рекомендации, все оказывается, что мы должны дать всю информацию применительно к ситуации фибрилляции предсердий и острый коронарный синдром. Здесь все понятно. Таких пациентов весьма много, все прописано, что делать с такими пациентами, но риски этих пациентов с тромбоэмболией и острым коронарным синдромом не представляют совершенно другими. С одной стороны, а с другой мы же рекомендаций-то на этот счет не имеем. Практически никаких. Как обычно, серая зона рекомендаций, молчат. Вот, раз вы сами просили поговорить, о чем мы отчат рекомендации, мы, конечно, не стараемся занять поле этих рекомендаций, так сказать, серую зону, но поговорить хотя бы с позиции здравого смысла о том, что делать с такими пациентами, мы, конечно, должны. Но это же на самом деле очень важно, потому что, когда мы оказываемся в сложной клинической ситуации, мы реально не знаем, куда бежать, и мы не знаем, что делать. Ну, я, например, знаю теперь, куда бежать и что делать, потому что профессор Комаров подготовил клинические случаи. Да. Мы сейчас посмотрим, чем это все завершилось, и я надеюсь, что все закончилось благополучно, и мы скажем, что бежать надо вот именно туда, на улицу Академика Чазова. Прекрасно. Адрес все уже прекрасно знают. Ну что ж, давайте. Давайте, давайте. Место работы написано, должность тоже написана. Ну, вот такой пациент, который оказался в поле нашего блока интенсивной терапии, поступил-то, в общем, со стандартной клиникой, подозрительной в отношении острого коронарного синдрома. Прогрессирующая одышка. В течение недели, весьма, так сказать, важный момент, был ограничен режим, и были интенсивные приступы удушья. Из факторов риска больной, конечно, пожилого возраста, и больной с известным коронарным анамнезом. Известное многососудистое поражение коронарного русла, а фактор риска стандартный. Хроническая болезнь почек, есть нижняя фракция выброса. Правда, на фоне всего этого, обращайте внимание, как-то несколько более высокий, чем хотелось бы ожидать, только при остром коронарном синдроме, при фракции выброса вполне приемлемой, систолическое давление в легочной артерии. И вот додимер такой какой-то, знаете, не очень симпатичный. А еще то, что я сразу же обратила внимание, это онкологический процесс, который есть у пациента. Вот вы меня прервали, конечно, да. У него рак простаты. С формальной точки зрения у многих мужчин эта ситуация весьма типична. Но если мы посмотрим на критерии активного рака, то, в общем-то, он активен, потому что даже в настоящий момент пациент имеет процесс РАС и получает ту или иную противоопухолевую терапию. То есть имеет все критерии активного онкологического заболевания. Андрей Ильич, позвольте, чтобы было один-один у нас с Анастасией Андреевной. Я тоже вас прерву и задам вопрос. Вот уже один-один. Я задам вопрос по поводу додимера. Вот ваша оценка, как принято у вас в вашем центре действовать, если вот у такого пациента, ну, так сказать, с нетипичной какой-то, ну, глобальной вот такой общей картиной, вдруг приходит лайнерс на додимер. Формально он положительный. Мы его стараемся не смотреть. Это хороший вариант. Мы его стараемся не смотреть. А кто же его тогда смотрел? Ну, вот то, что называется, как говорил один покойный профессор. Зря, да. Сделали. Лишь анализ. А как вы вообще относитесь? Вот давайте для наших зрителей, ведь это тоже такая тема очень слободневая. Смотрите, вот эти вот нормы, они, в общем-то, весьма и весьма относительны. Мы, во-первых, не знаем, каким тестом, каким реагентом мы работали. Специфичный для фибриногена или специфичный для других показателей. А потом, обращая ваше внимание на возраст пациента. То есть у этого пациента, если мы говорим о каких-то отрезных значениях применительно к венозной тромбоэмболии, мы про это будем сегодня довольно много говорить. Ведь посмотрите, у него фактически верхняя граница нормы. Вариант должен быть 0,8 на микрограмм, на миллилитр. То есть для данного пожилого пациента это не так и много. А еще о чем молчат рекомендации? А если поправочный коэффициент, вот вы сейчас рассказали о поправочном коэффициенте на возраст, на онкологический процесс? А ведь додимер повышается при онкологической заболевании. А при этой ситуации говорят, что вообще додимер не имеет никакой диагностической ценности, поэтому определять его не надо. А если он определен, мы, конечно, на него смотрим и двигаемся до позиции, так сказать, умозрительные. Да, поскольку сразу маленькую ремарку, с точки зрения прогноза, для пациентов с онкологией более значим уровень тромбоцитов для того, чтобы вообще в принципе определяться в отношении риска тромбоэмболических осложнений. Есть весьма много, есть весьма много, так сказать, шкал много, но в шкале хорана этого додимера нету, а в шкале показатели, включая тромбоциты, есть. Поэтому вот я специально додимер показал, но не имеет к этому пациенту никакого отношения. Ну, первый вопрос-то у меня, ой, прошу прощения. Вот с формальной точки зрения у пациента нет признаков некроза миокарда. ОКС, если мы о чем-то говорим, подозрение на ОКС без подъема сегмента СТ, вот такой анамнез. Вы бы стали делать ему ангиографию? И когда? А Лаверды вопрос. А Лаверды, ну, наверное, с коронарным анамнезом и стентированием. А я бы сразу спросил, а статина принимали все эти пять лет? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Ну, будем считать, что агреганты принимал. Но больше, чем уверен, процентов 80 пациентов не держатся так долго на статинотерапии. Вот если бы я понял, что, например, последний год или два со статинами было либо какие-то совершенно миниатюрные, почти гомеопатические дозы, либо вовсе нет. Ну, я прекрасно понимаю, что вся эта ситуация даже за год и за два могла спрогрессировать. Антиагреганты, это, конечно, прекрасно, но без статинов мы с вами знаем эти данные. Ну, плюс вот тот самый триггер с онкологией тоже нельзя выбрасывать. Да, ну, как это, был бы я такой умный, как моя жена после, я бы, наверное, все-таки спросил. Умный до, 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 до. Да, до. То, конечно, с учетом одышки, с учетом нарастающей и с учетом онкологии, я бы, конечно, задумалась в первую очередь о КТ. Да, вот может быть. Простите, пожалуйста, но я бы об этом задумалась бы точно. Может быть, в качестве скринингового метода можно было сделать им из КТ и решить очень много проблем на старте. Да. Ну, что сделано, то сделано. В общем-то, конечно, в фокусе внимания было именно подозрение на ОКС. И если мы посмотрим на какую-то доказательную базу, ведь старые данные, консервативно в основном лечение больных, вот старые, да, старые исследования. Посмотрите, даже если ОКС формально без признаков повышенного тропонина, ну, такого невысокочувствительного, все равно польза от инвазивной стратегии рутинной была. Если мы посмотрим на два исследования, которыми оперируют европейские, последние рекомендации, Кахреневский метаанализ, который показал, что влияния на смерть нет. Но если мы в отношении рутинного, в отношении больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ, особенно применительно к критериям высокого риска, будем использовать инвазивную стратегию, мы снизим частоту инфарктов. Но это неплохо. Но ценой кровотечения. А у данного пациента высокий геморрагический риск. Если мы посмотрим еще на один, так сказать, метаанализ, он в первую очередь обращает на два момента, я бы обратил ваше внимание. Вот те самые ишемические конечные точки в виде повторной ишемии, то есть пациенту мы, конечно, сделаем неплохо, если выполним рутинную ангиографию. А вот весь вопрос, когда, критерии совершенно разные. Ранее отсроченной ангиографии во всех этих исследованиях. В одних критериям, например, ранее был ближайшие часы, в других критериям отсроченной были первые сутки. То есть здесь вопрос очень дискутабельный относительно, в том числе, даже у пациента, когда ему выполнять ангиографию. Но, на мой взгляд, очень правильная позиция европейских экспертов, если уже пациент находится в центре с ресурсом ЧКВ, если уж ты, то, что называется, запланировал инвазивное лечение, вполне разумно это сделать, не откладывая в долгий ящик, но определившись с рисками, в том числе, геморрагических осложнений. Поэтому в данной ситуации, не буду таиться, пошли на ангиографию. А вот можно вопрос о рекомендации? Да, здорово, на самом деле, хорошо, что они есть, и мы ими пользуемся. А вот в центре приходится скорее преодолевать в такой ситуации для ранней истории ЧКВ? Да нет, там, где вы работаете, есть полный консенсус, понимание есть и две. Абсолютно. Плюс ангиография 7,24, поэтому как только с рисками определяется. Ну, тогда вообще замечательно, потому что, наверное, это определило стратегию. Стратегию-то да, но в рамках стратегии мы же должны еще использовать мощные блокаторы педловая 12 месяцев, спирин. Да. И, в общем-то, нет никаких, так сказать, оснований формально для данного больного эти препараты не назначить. Ну, конечно. Но здесь подождали до рентгеноперационности. Ну да, потому что тропонин получается мимо, клиника такая, ЭКГ. И мы, конечно, ожидали у такого больного многососудистого поражения коронарного русла. Я бы тоже на это поставил. У меня всякого сомнения. Ну, ой, я прошу прощения, что у меня идет в другую сторону. Вот. Сделали ангиографию. Действительно, вот то самое многососудистое поражение коронарного русла, правая артерия, ну, фактически все основные ветви левой коронарной артерии. Какой симптом, связанный сосуд, я сказать, конечно, не могу. Но очевидно, что что-то делать стоит с таким пациентом. Ну, я полностью согласен с вашим мнением, да, мы с вами видим... Если бы все было неплохо, формально кандидат на коронарное шункирование. Формально. Если бы у него еще не было второго конкурирующего диагноза, о котором потом пойдет речь. Ну, если мы говорим о лекарствах, да, ему неплохо было бы дать, если пойдем на инвазивную стратегию, мощный блокатор P2Y12 рецептора. Прописан в рекомендациях класс 1А. Но если бы мы посмотрели на геморрагические риски, мы бы увидели. Что пациент пожилого возраста имеет хроническую болезнь почек. Ну, как у любого пожилого человека есть еще один дополнительный, правда, фактор риска в виде потребности в приеме НПВС. Но двух факторов и так... А что за кровотечение, Блидинг? Это его анамнез кровотечения выделен? Нет, нет, нет. Это, так сказать, потенциальные все проблемы, связанные с активным, в том числе, онкологическим заболеванием. Но реально это человек старше 75 лет, и реально это хроническая болезнь почек. Вне всякого самого момента проведения... И самое главное, эти факторы не модифицируют. Да, абсолютно. Вот в чем беда. Но я так понимаю, что вот этот, ну, на самом деле, очень классный вот этот список критериев, особенно в рекомендациях 23-го года, который появился, он все-таки скорее определяет именно риски кровотечения. Но он не говорит, возьмите доктор Клопедагрел или Касперину, возьмите доктор Дикогрелор или Прозугрел. Это доктор пусть решает сам. Доктор пусть решает сам. Да, но... Об этом тоже молчат рекомендации. Об этом тоже молчат рекомендации. Да, а самое интересное, что, наверное, еще этот список говорит о том, что возьмите доктор к двойной антитромботической терапии, какой-нибудь препарат, который будет защищать пациента от желудочно-кишечных кровотечений. Вне всякого сомнения, но про это уже вроде как даже стыдно говорить. Но если мы посмотрим о том, о чем говорят, рекомендации, мы увидим. Посмотрите, впервые появляется такая фраза в Америке год назад, что у пожилых пациентов не так все плохо будет с Клопедагрелом. И впервые в европейских рекомендациях тоже появляется фраза, правда, с классом 2Б. То есть можно и делать, можно и не делать, но подумать об этом стоит. Если я не ошибаюсь, был регистр европейский, то ли чуть ли не шведский, или какой-то еще, и там действительно показали, что у пациентов 70... Да, 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 совершенно верно. Да, Свитхард. Вот, как раз и, так сказать, сочетая все вместе, оказалось, что действительно в этом возрасте назначение этих Клопедагрелора и Плопедагрелла... Коморбидности много этих пациентов. Немножечко дает больше риск кровотечения. Ну, вот так вот, наверное, сюда... А вот Popular Age, на что ссылаются эксперты, это исследование, оно было вообще независимым. Клопедагрелл против новых препаратов. И самое главное, что удержание на Клопедагреле было больше у этих пациентов. Приверженность. Это ключевой момент. Но все забывают говорить о том, что у этих пациентов частота сопутствующей фибрилляции предсердия процентов 20 была. То есть здесь исследование имеет некую ангажированность и применительно к тем категориям, когда все равно в фокусе будут другие препараты, нежели чем более активные по сравнению с Клопедагреллой. Но сделано было то, что сделано. Она была насыщающей дозой Клопедагрела, и все-таки пошли на чрезкожное коронарное вмешательство. В общем-то, не самым плохим результатом. Правая коронарная артерия прекрасно восстановлена, особенно максимальная часть. Здесь все неплохо. Ну, вот не трогали этот сосуд. Диффузное протяженное поражение. В общем, не очень понятно, куда ставить стенд. И решили оставить вот ситуацию в покое. Ну, есть два стенда правая, раз-два и огибающая. А, еще три. Три стенда. Как минимум. Да. Это максимум, который, например, на вашей памяти в центре, ну, вот так сложно. Да нет, конечно. Опять же, понимаете как, острый коронарный синдром с подъемом, теперь все тоже говорят, что надо все максимально быстро и полно. Ресурс же еще экономически должен быть. Потом не забывайте, что ему много лет. Контраст и так далее, и так далее. Конечно, поэтому сделали то, что на взгляд врачей Блока и на взгляд, так сказать, ангиографистов оказалось достаточным для того, чтобы пациент вполне мог себя чувствовать неплохо. И избавить человек от, скажем, риска острой окклюзии какого-то крупного сосуда. И все, в общем-то, было бы ничего, если бы у пациента не сохранялась та самая одышка, несмотря на успешную ЧКВ. Ну, что это? Неполная ревоскулиризация? Переднюю артерию надо было доделывать? Или какой-то конкурирующий диагноз? Вот в чем вопрос. Я могу сказать, сразу можно запихнуть это в сердечную недостаточность умеренной фракции вверх. Может быть, оттуда у пациента? А может немножко фракция подсесть? Но это, правда, можно быстро проверить. Правда, одышка весьма быстро прогрессировала незадолго до госпитализации. Ну, это тогда не очень похоже на сниженную фракцию. Не похоже. Не похоже. И вот, если мы приходим к второй части нашей проблемы, опять же, мы должны думать о каких-то вероятностных шкалах. Но никуда от этого не деться. Ведь нет абсолютного клинического симптома, который бы нам позволил сказать, что у больного есть еще и высокая вероятность тромбоэмболии легочной артерии. Шкалы риска всем известны, прописаны и в российских, и в европейских рекомендациях. Но вот вам какая больше нравится? Ну, вроде как, Вэлсом вроде так рекомендуют пользоваться. Хотя и Женева тоже неплохо. Давайте, вообще лучше, как это, лучше как-то и по Кокрофту Голоту, и по Сики-Диапиай. Чтобы не ошибиться, давайте и по Вэлсу, и по Женеве. А что там у нас с тахикардии у нашего пациента? Сейчас посмотрим. Активный рак везде. Ну, это известный факт. Я бы уже подумал о том, что надо обсуждать какой-то конкурирующий диагноз. Не всякого сомнения. Я бы поставил этот фактор на первое место. Возраст. Да. Ну, везде он фигурирует. Опять же, ситуация не, так сказать, плохо модифицируемая. Если мы посмотрим дальше, вот мне этот фактор очень нравится. Диагноз отличный от тромбоэмболии, маловероятен. Каждый все понимает в меру свою испорченность. Да. Если так можно выразиться. Но тут-то диагноз даже есть. Он даже был, этот диагноз был застендирован успешно. Отличный от тромбоэмболии. От тромбоэмболии, пожалуйста. Поставлен, симптомы остались, думаем о чем-то еще. Вот как раз в этой связи исходное МСКТ с контрастированием решило бы многие вопросы. Ну, у больного стендов много, где ставить будем, стенд новый и так далее. Тут проблем много достаточно. Ну и иммобилизация, ну формально пациент придерживался практически постельного режима. Да, да, мы это помним. То есть вот эти вот три балла пациент с натяжкой набрать может. Но я бы вывернула бы этот балл в обратную сторону. Знаете почему? Почему? Потому что пациента одышка привела к постельному режиму, а не на фоне постельного режима возникла одышка. Может быть и так, да. Но в шкалах об этом ни слова. Об этом они тоже молчат. Да. Ни слова. Ну что ж, глубоко уважаемые коллеги, надо как-то верифицировать диагноз. Правая легочная артерия плохо выглядит. Ну, выраженных признаков перегрузки правых отделов, в общем-то, нет. Ну, я вам специально привожу описание. Все не покажешь на трех слайдах, это понятно. Правая легочная артерия тромб 2 см с переходом на сегментарное поражение. Устье среднедалевой ветви, нижнедалевую ветвь правого легкого. Слева тоже есть поражение на уровне С6 и С10. Вены, тромбоз без флотации на уровне общей бедренной вены справа. Ну что, конкурирующий диагноз подтвердился. Причем, можно даже назвать это, наверное, не побояться, онкоассоцированный тромбоз. Ракассоцированный тромбоз. Нет всякого сомнения, никуда не деться. Плюс еще и был ли вот острый коронарный синдром в качестве дебюта. У меня возникает здесь другой вопрос. Может быть, коронарное поражение, так сказать, было само по себе, тем больше тропанин не повышался. Мы просто первый раз вышли на него. Но уже у больного стоят три стента, уже больной получает два антиагрегантных препарата. И слава богу, что это клопидогрел, а не более активное лекарство. И уже у этого пациента есть очевиднейшие показания к очень долгому приему антикоагулянтов. То есть вот та самая тройная терапия. Да еще и в лечебных дозах. Дозах, которые, как мы знаем с вами, по крайней мере на старте, более высокие, нежели чем у больных с фибрилляцией предсердия. Да еще и дозу антикоагулянтов, например, если это будет ревороксабан, мы не будем модифицировать применительно хронической болезни почек. А при фибрилляции бы снизили дозу. То есть еще хуже получается. Вот о чем молчат рекомендации совершенно точно. Ну и я позволил себе очень короткий экскурс. А вот эта ситуация такая вот эксклюзивная. Или я все придумал, но это не так вы видите на экране реальный кейс. Или вот такие вещи бывают только в рамках очень крупных центров, а в рутинной практике они не встречаются. Ну не знаю, давайте посмотрим. Вот старый регистр Европа. Смотрите, пожалуйста, на правую нижнюю часть слайда. У подавляющего большинства больных с установленным диагнозом тромбоэмболии, которые умерли от этого диагноза, либо не знали о наличии тромбоэмболии или там бенозного тромбоза, либо знали, но пациент лечения не получал. Но в нашем случае лечить начали от одной ситуации и правильно пришли к диагнозу тромбоэмболии. То есть почти, почти, но могли попасть и в такую, как бы совсем неблагоприятную клиническую ситуацию. Правда? Если мы посмотрим на ситуацию, что опаснее? Всегда же мы задаемся вопросом, а что опаснее в структуре исходов у больных с тромбоэмболией? Тромбозы, кровотечение. И так мы, если понимаем коморбидность пациентов с венозной тромбоэмболией, то получается, что превалирует кровотечение, если правильно дать им антикоагулянты, с вероятностью 2 к 1. То есть их в 2 раза больше, чем тромбозов рецидивирующих. Их примерно в 1,5 раза больше, чем смертельных исходов. Но напомню, что на прямых оральных антикоагулянтах все подряд пациенты от кровотечения не умирают, по счастью. Конечно. Поэтому наориентироваться на проблему кровотечения мы должны. А если мы посмотрим на данного пациента 1981 года, по различным шкалам, ведь тоже никто не знает, какой шкалой конкретно, опять же, о чем во многом рекомендации молчат, пользоваться применительно к оценке геморрагического риска у больных с венозным тромбозом. Ну, хазболит есть. Тоже она в рекомендациях 2019 года упоминается. Высокий риск, связанный в частности с возрастом, например. У больного по другим шкалам хроническая болезнь почек есть, недавний инфаркт или острый коронарный синдром есть, онкологическая патология есть. Вот тут, смотрите, возраст старше 60 лет ХБП с очень высокоотрезным значением и активный рак. Какой пользоваться шкалой? Но по всем этим критериям пациент будет характеризоваться высоким риском кровотечения. Это одна сторона медали, а если мы посмотрим на другую сторону медали, вот с тромбозами артериальными тромбоэмболия часто ли сочетается в таком длинном временном контексте? Но если мы не возьмем одновременное наличие артериального именозного тромбоза, а с каким шансом у больного с тромбоэмболией будет еще и в перспективе в течение нескольких месяцев или лет развиваться именозный? Старые данные, ну посмотрите, вероятность увеличивается в 2. Почти в 2 раза. Почти в 2 раза. Но тут говорят о том, что фактор риска очень похож. Это пожилые люди с различными, так сказать, нарушениями системы гемостаза. И может быть здесь они влияют на оба звена, на артерии, на вены. Большую научную работу, только наоборот, у пациента с фибрилляцией предсердия на антикоагулянтах в определенном проценте случаев, когда вот эти факторы риска вместе складываются, все равно повышается риск венозных тромбозов. Конечно. Никуда не деться. А вот я позволил себе процитировать совсем недавний мета-анализ. Он не очень давно опубликован. 28 наблюдательных исследований, последний датируется в 2019 году. 300 тысяч человек. Мощность какая. Суммарная частота всех артериальных тромбозов с венозными тромбоэмболиями 11 промилле. Ну это вот на тысячу больных в год. Много. И риск повышается примерно на 30% в сравнении с контролем. Есть еще один важный фактор. Какой тромбоз опасен? Спровоцированный или не спровоцированный? Если мы говорим о риске артериального тромбоза впоследствии. Ну спровоцированный, по крайней мере, можно каким-то образом предотвратить. Не спровоцированный, он возникнет в любой момент, даже когда-то не знает. Но у спровоцированных есть еще и сопутствующий фактор риска, который мы можем проанализировать. Который привел к этому тромбозу. Да, который привел к этому тромбозу. Посмотрите, регистр всем известный. Да, мы про него всегда говорим. И если у больного был в анамнезе рак, вероятность повторного тромбоза только уже в артериальном бассейне увеличивается на 70%. То есть сопутствующая онкологическая патология – это такой неблагоприятный фактор, в том числе и для развития артериальных тромбозов. Значит, нашему пациенту повезло, что его сначала взяли на коронарангиографию. Потому что вряд ли бы ему в диагнозе тромбоэмболии ледочной артерии вряд ли бы ему после этого делали... Наверное, скорее всего, история от срочного АКШа... И с ревоскулиризированным коронарным руслом проще жить, нежели чем ждать АКШа с такими критическими поражениями. Вне всякого сомнения, но нельзя дать, опять же, однозначного ответа на этот вопрос, что лучше-то. Случилось ровно так, как случилось. И вот если посмотреть на то, почему онкология так связана с артериальными тромбозами, ну, вот эта картинка всем известна. Я показываю американские и европейские данные. Очень много противоопухолевых препаратов, в том числе в исследовании, которое я только что вам продемонстрировал, имеют отношение к развитию тромботических осложнений. Их весьма много, я просто не буду на них детально останавливаться. Дело совершенно отдельные, так сказать, обсуждения, лекции и так далее. Но мы посмотрим на следующий момент. Еще один регистр, вот продолжение этого регистра. Пять тысяч больных с тромбозами на фоне рака, венозными, и посмотрели отдаленные исходы. Могли быть рецидивы венозного тромбоза, артериальные тромбоэмболии, кровотечения. Ну вот, рецидивы венозных тромбозов у больных с онкологией превалируют. Тоже факт известный. Ну, венозных тромбозов 9%, артериальных там полтора. Все-таки... А теперь посмотрим на вероятность смертельного исхода. 13% после рецидива венозного тромбоза. Самое главное, понятно, что в этой ситуации делать. Перейти на альтернативный антикогулянт, повысить дозу препарата и так далее. Но смертность после артериального тромбоза во многих случаях превышает 50%. Ну, это колоссальные цифры. Колоссальные цифры. И вот авторы этого исследования так и написали. Кровотечение и артериальные тромбозы определяют прогноз жизни у подобных пациентов. То есть, если мы говорим о том, как нам вести себя с данным пациентом, мы говорим о том, что прогноз жизни определяется и тромбозами, и кровотечениями в равной степени. Вот я здесь поставил весы. Вот обычно у больных с венозной тромбоэмболией правая чаша весов перевешивает. Но тут, когда обсуждаешь этот кейс в рамках клиники, я не знаю, какая чаша перевесит. Абсолютно непонятно. Ну, единственное, что здесь в каком-то смысле чуть-чуть с кровотечениями проще, потому что, например, это не опухоль желудочно-кишечного тракта. Конечно. Ну, тогда бы все схватились за голову, потому что, если вы видите кровящую опухоль... И онкология предстательной железы – это вещь не самая опасная в отношении крупного жизнеугрожающего кровотечения. Но мы не знаем, что у него с сопутствующими заболеваниями, состоянием желудочно-кишечного тракта и так далее. Я хотел сказать, что господинка нашего пациента сделалась, потому что... Сделано ровно то, что сделано, это реальная клиническая практика, конечно. Ну, вот, опять же, я решил посмотреть, что говорят рекомендации. Как лечить таких больных? В европейских рекомендациях написано так, что... Ведь там не написано по многокомпонентной терапии у больных с фибрилляцией предсердий. У больных, имеющих потребность в сопутствующем приеме антикоагулятного. С тромбозом левого желудочка примерно понятно, как себя вести. С фибрилляцией предсердий точно понятно, как себя вести. А вот с венозными тромбозами мы знаем только то, что вот на старте мы должны обязательно использовать высокую дозу. Вот европейские рекомендации увидите на экране, все экстраполируется из данных с фибрилляцией предсердий. А вот единственный экспертный документ в Америке в 2020 году уже устарел во многом, как раз посвящен в том числе такой коморбидной категории пациентов. Ну, что с высокой дозой? Будем назначать или нет? Придется, наверное. Придется, но потому что такое поражение и такой тромбоз. Причем, там такой тромбоз-то даже не локальный, а он такой диссиминерный. Плюс есть еще и максимальный тромбоз в ноге. В ноге, который может подстрелить дальше. Он тоже более приобретенный на фоне онкологии. Онкологический, да. Конечно. Поэтому, если мы говорим о начальном этапе лечения, высокие дозы нужно использовать. И самое главное, мы должны, наверное, думать о тромботических рисках. Вот мы с этого начали. Первый месяц – самый высокий риск тромбозов. Я позволил себе представить этот очень старый слайд и здесь показать, что если мы будем давать, например, варфарин, то ТТР на варфарине первый месяц, ну ни в одном исследовании не был оптимальным. А сейчас еще не 60, а 70. Конечно. А если мы посмотрим на… А, с вашей точки зрения, вот на варфарине, дадим варфарин. С какой вероятностью мы будем иметь реканализацию венозного русла? Ну, если его передозируем, то довольно, может быть, быстро. А если будем идти по плану, ну, может, это произойти очень нескоро. И не факт, что вообще произойдет. Я думаю, что будет как раз пристеночный тромбоз останется. Да, но нам бы хотя бы реканализацию вызвать. Да, на всю жизнь, а реканализацию, ну, наверное, две недели, наверное. Да нет, ну вот смотрите, вот как это будет выглядеть у таких пациентов, когда были повторные, наверное, эпизоды, когда довольно выраженное поражение легочного русла, посмотрите, через два месяца можем и не достичь реканализации никакой. Да и оптимистка. Через четыре, да, веб-то. Да, я прямо какая-то оптимистка. А пролечим год, 50% будет хорошо. Это будет хорошо. То есть, наверное, может быть, подумать о том, чтобы не варфарин, а продлить… Вот раньше ведь как было? Продляли у таких больных лечебную дозу паранатурального антикоагулянта. Но если мы посмотрим на последние данные, вот продлили паранатуральный антикоагулянт по каким-то причинам, а другим дали ПУАК. Правильной дозировки, скажем так, никак это не спасло пациентов от кровотечения, от смерти и от повторных тромбоэмболей. Лучше не стало. То есть, продление в современных условиях лечебной дозы гепарина, ну, как мы будем долго давать его? Недели, два… Пока процент не прекратит его в амбулаторном… Тем более, что мы с ракоассоциированным тромбозом можем относить на раны и на ПУАК перейти, ничего здесь криминального нет. Поэтому, наверное, вот эта опция паранатурального антикоагулянта, даже с ракоассоциированным тромбозом, ну, не принесет, скорее всего, дополнительной пользы. Тем более, что больной еще будет получать как минимум один антиагрегант, а на старте еще один. То есть, в общем, тромбоцепеней можно получить не самую благоприятную в этой ситуации. Еще одна картинка. Вот что лучше, короткий курс начального лечения, там, допустим, с апексабаном неделю или три недели ревороксабана? Как лучше? Я, честно говоря, когда услышала клинический случай и риски геморрагические, и сочетание с ревоскулиризацией, я первое, что в себя взяла в голову, я подумала, наверное, этому пациенту я бы дала бы семнея апексабана в полной дозе, а дальше бы увела бы его на… То есть, побыстрее, чуть-чуть бы, да. Да, чуть-чуть бы, да. А на другой стороне… Вот я просто первый момент, который… А я услышал другой. Я услышала Андрея Леонидовичу идею, а может, мы вообще растворим эти тромбы или нет? Или нет, да. И с точки зрения растворения тромб, я понимаю, 15-2 раза ревороксабана, 3 недели, это так мощно. Мощно. Склопидагрелом. А еще аспирин вообще-то только стентировали, тут как раз стоит задуматься. Вот о том и речь. Вот о том и речь. То, о чем точно молчат рекомендации. Ну вот смотрите, данные с ревороксабаном есть. Полное растворение через 3 недели. Высокая доза у половины пациентов. Неплохая статистика. И она лучше, чем на вот той самой терапии антагонистами витамина К. Правда, что дальше будет, никто не знает на самом деле. Может и хорошо? Может и хорошо. Но всего лишь без динамики на ревороксовании отметить 10% всего. То есть даже там, где не было полного, частичное растворение было. Конечно. То есть вот 3 недели высокой дозы, наверное, неплохо. А если мы посмотрим на кровотечение, то мы увидим, что пик кровотечения как раз в первый месяц. Да. Это шведский регистр, но тоже мощность-то большая. Тут два конкурента, ревороксабан и апексабан. Ну, понятно, по каким причинам. И здесь авторы пишут такую фразу, что, может быть, сократить терапию начальной высокой дозы не так глупо, если мы выберем другой антикоагулянт. У меня ответ на этот вопрос нет. Но я, конечно, все-таки обращаю внимание на частоту кровотечения. Да, апексабан 0,7% против там двух на варфарине. Ну, понятно, за все надо платить в этой жизни. И я не могу дать ответ однозначный на тот момент, как лучше. Я вот подумал, интересно. Ну, во-первых, конечно, уже ничего не поменяешь. Нет, конечно. Да, нет, именно не поменяешь, вот когда ты уже решил на первичном этапе ревороксабан либо апексабан. Но чисто гипотетически. Например, если на лечебной дозе ревороксабана мы делаем повторное исследование, ну, ТГВ или ТЭЛа, мы видим реконализацию частичную, а может быть, полную после такого. Нам же рекомендации не запрещают перевести на апексабан, который через неделю может... Ну, чем больше мы меняем антикоагулянт, тем будет хуже в отношении риска. Да, я согласен. Переключение между антикоагулянтами. Да, начал так лечить. Вот здесь как бы хочется иметь какой-то инструмент промежуточной оценки. Не знаю, не знаю. Вот нет ответа на этот вопрос? Мне кажется, что у такого больного, если уж там через две недели... Ну, опять же, я буду спекулировать, но я не буду. Точнее, может быть, если все, так сказать, реконализовалось через две недели, у такого больного, может быть, редуцировать прием. Вот как раз, смотрите, вот у каждого пятого больного не удается адекватно выполнить ту самую стартовую терапию высокой дозой. Как раз так и получается, что в реальной практике, ну, не от хорошей жизни, каждый пятый больной не получает адекватного того самого периода стартовой антикоагуляции. И все это сопровождается все равно увеличением кровотечения. Ну, почему? Потому что это были, очевидно, такие пациенты, не самые легкие, в отношении которых редуцировали период стартовой дозы. Это не просто так. Ну, их было немного в этом регистре, но об этом нужно задуматься. Поэтому, если все же думать, как лучше, ну, я не знаю, как лучше, но если уж начал лечить, то лечить в соответствии с рекомендациями, может быть, действительно, период стартового лечения сократить. Но, повторяю, у меня нет ответа на этот вопрос. Мы выбрали действительно 7 дней апексабана, хотя вполне могли выбрать и 21-день риворексабана. Ну, как можно быстрее, убрав из этого коктейля ацетилсалициловую кислоту. Вот тут уж точно, спустя первые несколько дней, надо от аспирина избавляться. Никакой дополнительной пользы на высокой дозе он не принесет антикоагулянты. А вы, получается, меньше недели давали ацетилсалициловую кислоту? Нет, меньше недели, конечно. Меньше недели. Вот как только перешли на высокую дозу, опять же, так сказать, через пару дней после ОКС выполнили МСКТ, и вот как только увидели еще и потребности в... Ну, понятно, что на старте дали антикоагулянт парентеральный, и как только поняли, что здесь ситуация будет связана с долгим приемом антикоагулянта парентерального, убрали аспирин, и нам хватило этого времени. Но вот дальше еще один парадокс. Что делать? Смотрите, американцы говорят, давайте, ну, как минимум через полгода снизим дозу. Формально мы имеем право это делать с точки зрения венозного тромбоза. И если мы пойдем на продленное лечение у данного пациента, оно точно будет показано, то через полгода дозу надо снижать. Там есть какая-то маленькая опция для сохранения дозы ревероксабана. Да, но для ревероксабана, если он ассоциированный тромбоз. Да, совершенно, но просто потому, что в исследовании с ревероксабаном продленная терапия Эйнштейн-Чойс, таких больных просто было весьма и весьма немного. С апексабаном, прошу прощения, продленное лечение показано, я уже про это говорил. И когда мы можем рассматривать снижение дозы? С шестого месяца. Ну, вот примерно отсюда. До этого момента пациент будет получать полную дозу опексабану в данном конкретном случае и блокатор П2ВА и 12 рецепторов тромбоцитов, как у больных с фибрилляцией претергией. А вот через полгода вы бы снизили дозу. Ведь не было таких больных в исследованиях. Не было. А была ли какая-нибудь динамика у этого пациента? Я бы о другом подумал. А не продлить ли ему антиагреганты? Нет, антиагреганты у него будет не об этом. Ты так будешь до конца года. До конца года в любом случае. Я не знаю, как себя поведет сниженная доза в отношении... Точнее, я знаю, как себя поведет... Да, конечно. Как себя поведет сниженная доза в отношении артериальных тромбозов? С венозными тромбозами... Костат раскачивается. Да. Почему надо снижать дозу? Потому что риск кровотечения увеличивается. Значит, хорошо, за первый год полтора процента, два года, три и так далее, и так далее. Мы никуда от этой проблемы не денемся. И вот сниженная доза опексабана неплохо выглядит во всех исследованиях. Вероятность суммарной всех прогнозов определяющих исходов при сниженной дозе будет лучше, чем, ну, так сказать, при ее отсутствии. Давайте посмотрим. Я совершенно точно знаю, что первые полгода снижать нельзя. По многим причинам. Бенозный тромбоз лечится активно. И вот эта половинная редуцированная доза не может защитить, мы не знаем этого, от артериального тромбоза. Не было таких больных применительно к исследованию с фибрилляцией предсердия. Я не знаю, как эта ситуация... Я не знаю, как эта редуцированная доза защитит больного от тромбоза коронарного. Нет. Если мы о чем-то говорим, честно говоря, я бы продолжал полную дозу на протяжении всего года. Но если уже мы как-то будем очень сильно беспокоиться о геморрагических рисках, я бы подумал о том, чтобы редуцировать дозу тогда, когда больной в альтернативной ситуации может оказаться на монотерапии блокатором P2V12 рецепторов. Но, честно сказать, лучше продлять полную дозу, ну как минимум на год. Это будет разумно, так как у больных с фибрилляцией было. Это будет правильнее со всех точек зрения. Но все же, да? А как вы думаете, повлияло бы, например, на ваше решение ситуация, когда работа с основным фокусом онкологическим могла бы ускориться благодаря, например, коллегам-урологам, которые взяли бы, например, и полечили хирургически. У больного давняя анамнез. Рак худо-бедно контролируется. Ну что еще хотеть от пожилого человека? Я не вдавался. Когда мы просто убираем протромботический конгломерат. Сейчас только не хватает еще больного идти на трансуретральную резекцию, чтобы получить все риски кровотечения. Это добавит, вот тут мы его и, так сказать, добьем. Перешимся. Добьем. Поэтому, да, ну посмотрите. Перейти на монотерапию антиагрегантом одним, это будет блокадер П2-городность рецепторов тромбоцитов, очень неглупо. Минус кровотечения на 100 пролеченных больных. И когда мы можем это сделать по рекомендациям? Через полгода. Если с больным за эти первые полгода ничего не произойдет. То есть, в общем-то, через полгода можно подумать о том, чтобы либо оставить больного на монотерапию антиагрегантом, это нормально применить на коронарному тромбозу, а если уж мы добавляем туда антикоагулянт, и это не фибрилляция предсердий, это моя личная точка зрения. Она не прописана никак в рекомендациях. Можно подумать о половинной дозе редуцированной. Хотя, честно говоря, у данного пациента, если можно себе позволить, я бы дал бы полную дозу на протяжении всего года, как это у больных хорошо известно работает с фибрилляцией предсердий. Что делать дальше? Год прошел. Вот рекомендации говорят о монотерапии аспирина. Это американцы в 2020 году. Я, откровенно говоря, очень удивился. Да, в 2020 году, в 2000 году, а в 2020 год, 3 года назад. Ну, как-то очень странно. Я поставил даже 5 знаков вопросов. Да, нет, как-то очень странно, во-первых, с точки зрения ведения пациентов с онкоассоцированными тромбозами. Нет, это не онкоассоцированный тромбоз, это больные венозным тромбозом. Поставим, пока онкоассоцированный тромбоз. Таких опций там не рассматривают. То есть там, я так понимаю, что делается фокус исключительно на геморрагические риски, и вот с этой позиции думают, а давайте оставим это у больного на аспирине. Почему? Он закроет линию вторичной профилактики венозного тромбоза, да еще и применительно к профилактике вторичного КС он будет выглядеть неплохо. Ну, КС, да, закроет ли он линию профилактики вторичного венозного тромбоза? Да, я тоже как-то прямо озадачена. Вот вам старые данные, они не поменялись на протяжении многих лет, но и новых не появилось. Вот если смотреть все тромботические события, аспирин лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Да, где-то ничего, где-то лучше. Где-то лучше, да. Но в целом... Да, но в целом, да. Поэтому, ну, мне это не нравится, откровенно говоря. Мне это не нравится. Я со своей стороны демонстрирую вот дайджест, так скажем, с левой стороны рекомендаций. Ну, давайте подумаем. Эффективность в отношении профилактики венозных тромбоэмболий. Предпочесть ПУАК. Класс 2А. Вне всякого сомнения. Об этом мы закрываем с почвы. Громко говорят. Если мы говорим о профилактике длительных, коронарных событий. Монотерапия ПУАК в полной дозе через год достаточно. Класс 1. Все рекомендации на протяжении многих лет. Итак, ПУАК в полной дозе закроет две бреши. А если мы говорим о риске кровотечения, ну, честно говоря, одно исследование только было, когда сравнивали напрямую в полную дозу другой категории больных. ПУАК с аспирином, оно было единственное. Это было исследование, которое вы видите на экране. Фибрилляция предсердия. Тогда еще можно было так грешить. И давать аспирин вместо прямого перорального антикоагулянта. Вероятность кровотечений была одинаковой. Итак, если мы, как американские коллеги предлагают, дадим аспирин, мы проиграем в отношении вероятности венозного тромбоза защиты. А кровотечение? Мы не выиграем в отношении кровотечения. А то, что касается профилактики коронарных событий, мы тоже не выиграем. Никак не выиграем. Поэтому, в общем-то, мое предложение отдать предпочтение. Вот теперь уже полной нередуцированной дозе прямого перорального антикоагулянта, отменив антиагрегант. И с этой позиции, конечно, я не уверен, что на протяжении несчастного полугода можно было бы как-то проводить дополнительную манипуляцию с дозой. Иными словами, на старте мы бы действительно очень серьезно задумались с дозировкой и продолжительностью приема увеличенной дозы прямого перорального антикоагулянта. А дальше все действительно именно так, как у больных с фибрилляцией предсердий на протяжении всего периода наблюдения за больным. Ну, я уже не говорю, не показываю вам левую часть слайда. У такого больного продленная профилактика прямым пероральным антикоагулянтом показана неопределенно долгое время. Вне всякого сомнения. Поэтому я бы, ну, наверное, я прошу прощения, на этом позволил бы себе остановиться. С нашим кейсом мы этого больного отследили, по крайней мере, сейчас на протяжении трех месяцев, с ним все неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет. Ну, вот на сей момент, если будем говорить. На сей момент, да. И одышка у нашего пациента тоже стала лучше. Ну, полного регресса нет, но он относительно компенсирован и позволяет себе... И с таким коронарным руслом-то, да, не до конца восстановленным. Очень интересно, мне, кстати, вообще... Еще, кстати говоря, позвольте себе прервать, вас прошу прощения, ведь тоже все вот опции, которые я показывал относительно опцию брать и оставить больного на монотерапии антиагрегантом, П2-ВАИ-12, они касаются ревоскулиризированных больных. Как хорошо ревоскулиризированных больных, трудно сказать, исследования были разные. И вот эта опция неполной ревоскулиризации с сохранением проблем в передней исходящей артерии как раз и говорит о том, что да, здесь, наверное, нужно, если мы можем себе позволить, дать два препарата, действующих на два звена системы гемостаза. Наверное, все-таки, с моей точки зрения, это лучше, чтобы это была полная доза, если мы можем с позиции геморрагических рисков себе это позволить. Я прошу прощения, извините. Я хотел просто сказать, что мне, конечно, прекрасно я понимаю, что попытка вести пациентов коморбидных по иногда взаимоисключающим пути, критериям, особенно когда мы балансируем на грани тромбоза и кровотечения, это вот прям шахматно-шашечный клуб. То есть вот когда шахматист сидит и начинает продумывать, пока еще не делая ход, если я пойду сюда, как сыграет противник. А вот вы сейчас, по сути своей, перед нами разыгрывали классическую такую шахматную партию. Да, а потом с тобой жизнь начинает играть в карты. Прекрасно сказано, вопросов нет. А у меня вопрос, чтобы с тобой жизнь не начала играть в какие-то более серьезные игры, вот если решение принимается за пределами рекомендаций. А вот, например, прямой оральный антикогулянт при синусовом ритме в полной дозе, это как бы, ну вот, не очень. Каким образом оформлять это решение, чтобы не было проблем, ну, ровно, и так же консилиумом как-то делается. Консилиумом, да. Тем более формально мы за грани, у нас не было ни одного назначения флэйбла. Да, потому что пациентный веноз... У нас не было по дозам. Ну вот... И по дозам тоже. Но по АКИ-то полнодозовые. Полнодозовые по АКИ по венозному тромбозу мы правильно назначили, мы правильно назначили антиагреганты, правильно их выбрали. То есть с точки зрения лейбла, препарата, все было в полной мере соблюдено. Конечно. Я не буду на продленную историю. А, ну... Вот когда вот уже год прошел... А, в этом плане. Нет, в самом начале виртуозно, абсолютно, даже вот не придерешься, действительно. Я прекрасно понимаю, что очень врачи боятся... Но при рако-ассоциированном тромбозе много дискуссий. Да. Какая доза должна быть выбрана. Поэтому полная доза того же Апексабана пока еще вполне себе, так сказать, наверное, имеет право для применения. Да. Не, ну, очень интересно. И мы, так сказать, на самом деле тоже подготовили небольшой клинический случай. Да. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, это тот самый ковид 20-го года. Это первая пандемия. И клинический случай, который был описан, он совсем коротенький. Мы не так детально его разберем, но вот просто попытаемся найти какие-то вот общие моменты. В первом случае, который приводил Андрей Леонидович, фактически приобретенный тромбофилией был такой. Это онкологическое заболевание, скорее всего, которое повело пациента по пути такого множественного тромботического потенциала. Здесь такой тромбофилии был первый штамм, штамм COVID-19, который появился и действительно приводил, как мы думали тогда, к большому числу тромбофилических событий. Но потом пришла Дельта, и мы поняли, что там вообще тромбозов почти не было. Поэтому посмотрите, пожалуйста, да, из-за паники на фоне пандемии человек заболел и болел довольно, так сказать, тяжело с лихорадкой и со сдобом, даже, по-моему, не измеряя себе температуру, просто плохо себя чувствовал почти в течение пяти дней. Причем пациентка тоже 70 лет, ну, чуть моложе, чем представленная. Пациентка коморбидная, это гипертония, дископедемия, сахарный диабет. А она уже с ауртокоронарным шунтированием. Набор стандартный для наших пациентов. То есть это те самые пациенты, которые и в COVID шли вот по такому не очень хорошему пути. Давление не очень, частота 110, температура 38,6, сатурация 80%. Да, держите, конечно. Надо будет проще, так сказать, доскользить по этому всему. Не привели, так сказать, в этой публикации, как радиограмму, не смогу продемонстрировать, как Андрей Леонидович. Но, тем не менее, элевация СТ в АВР и В1. Нехорошо. Нехорошо. Да, депрессия СТ во всех грудных. Ну и, соответственно, нарастание трополина практически в течение двух часов после госпитализации два раза. И эхокардиограмма, которая дает, прям один в один, мы с вами не сговаривали, тоже 45% фракции выбросов. Небольшая, не знаю, что такое, небольшая дисфункция правого желудочка. Никакого другой подробной информации не было. И умеренная метральная, и появившаяся, которой не было, трикоспидальная регургитация. То есть, что-то происходит, и представьте себе, ковид, паника, всех в костюмах привезли пожилую даму, которая еще с температурой. Ну, понятно, да, так сказать, а почему бы это все, собственно говоря, не ковид? И вот здесь, как раз в этой истории, ну, во-первых, это к вопросу о том, что, если у кого-то есть сомнения по поводу матового легкого, вот нам показали. Мы с вами видим ровно по центру проблемы, которые имеют отношение к стенозированию этого самого процесса. Ну и, собственно говоря, легочный эмболизм, да, так сказать, опалмонаритромбоэмболизм или тромбоэмболия легочной артерии в этой ситуации была диагностирована. Здесь это было сделано в связи с чем? Здесь это было сделано в связи с тем, что пациентам делали КТ легких. Вот просто по умолчанию. Не факт, что эту пожилую даму, которая имеет довольно большой анамнез, в том числе коронарный, вот просто так взяли и потянули сюда. То есть здесь, так сказать, идея острого коронарного синдрома была связана с появлением болевых ощущений. А вот ТЭЛа это была практически находка, когда этой пациентке, так сказать, в динамике делали это исследование с учетом того, что ей, так сказать, не становилось лучше. Как лечили эту пациентку? Ну, давайте прокомментируем. Нагрузочные дозы аспирин-300, клопидагриль-300. Я вот, честно говоря, ну как-то мы либо одно берем побольше, либо другой берем побольше. А тут и то, и то. Почему, так сказать, остается для меня загадкой этот момент? Потому что здесь и не плановые дозы для коронарной больной. Я понимаю, что она могла получать 100 мг на фоне своей АКШ и ИБС, но тем не менее. Плюс ко всему, ну понятно, что тогда активно использовали, естественно, у этих больных нефракционированный гепарин, болюсно, потом по 12 международных единиц килограмм на час. Ну и, собственно говоря, ее застентировали. Вот, и через 10 дней у нее ухудшилось состояние с падением сатурации до 70% внезапно. Как это бывало у этих пациентов? Да, значит, у пациентки была как раз диагностирована, вот мы с вами видим, повторная фактически тромбоэмболия. И, кроме всего прочего, тромб прилетел и в мозг. Вот, такая история. Давайте вернемся обратно. Давайте подумаем, достаточно ли было антикоагулянтной терапии. И, опять-таки, были бы мы такие умные, да, как мы сейчас после. Мы прекрасно понимаем, да, что, наверное, сейчас такой дозировки, наверное, было в лечении. Есть вопрос, где тромбоз был. А здесь не указано, где тромбоз. Не указано, где тромбоз. Нет. И это не был какой-то... Это на фоне коронавирусной инфекции. У многих, когда мы обсуждаем проблему инсульта при коронавирусной инфекции, многие говорят, что процентов 20 ин-ситу тромбируется. Вот этот очаг еще, то, что называется, тоже ничего не значит. Да, фибрилляции, предсердий не было. Нет. Нет. Вот. И всегда, когда видишь такой очаг, исходный на МСКТ, думаешь, а что с ним будет дальше? Да. Не случится ли геморрагическая трансформация, и как это себя поведет на фоне полной дозы геморрина. И вот это у меня вопрос, например, главный, что теперь дело, когда все случилось. Я так понимаю, что история, которая, так сказать, состоялась по поводу инсульта, когда человек начал неврологическую симптоматику, она немножко шла вслед за различной историей стромбоэмболии, и поэтому все испугались как раз того, что пациентка с давлением 70, а нижняя почти не определялась, с сатурацией, да, 70, уже там непонятно, что будет. С кровотечением, да, давайте полечим ее, так сказать, максимально интенсивно. Ну, и мы с вами видим, что нефракционировала. Да. 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 Несмотря вот на то, что было сделано тогда, нефракционированный болюс на 80, затем 18 международных дыхательниц килограмм на час, и через месяц пациентка выписывается с выздоровлением от ковида. Вместе с тем, правда? Да, стромбоэмболия, которая рассосалась, она полностью подняла свою сатурацию. Ну, единственное, что там вот без деталей написано, да, пациентка вернулась практически в свой прежний статус, кроме одного, у нее остался довольно серьезный неврологический дефицит, и ей потребовалась постинсультная реабилитация. Но пациентка не умерла, несмотря на инфекцию, несмотря на то, что с ней произошло и тромбоз, да, и была выписана. Ну вот, да, победители не судят, но вот вопрос, да, сделали бы мы с вами что-то подобное в такой ситуации. У меня вопрос какой, а стент ей нужен был или не нужен был? Самый интересный вопрос, на который эта публикация умалчивает. Мы с вами помним прекрасно, сколько было сделано ненужных коронарографий, в силу того, что на фоне ковида было очень много необструктивных проблем. Масок и так далее, и так далее. Конечно, поэтому вот, может быть, без стента ничего плохого бы не было. Может быть, может быть. Вот, и вели бы ее на антикогулянте. Я бы, наверное, вот об этом подумал. А еще очень забавно, что действительно на фоне коронавирусной инфекции все тромбозы были нестойкими. И как раз массивная антикогулянтная терапия... Всегда, как при такой тромбофилической тромбозе, их неплохо рассасывало. И у таких больных с коронавирусной инфекцией на лечение, особенно на полной дозе антикогулянта, мы все это знаем, по всем результатам исследований. Хороший лизис, да, но превалирует кровотечение. Причем очень серьезный в разных местах. Поэтому здесь я бы подумал. Многокомпонентная терапия... Ну, вот, понимаете, там вот этот вот аспирин, клопидогрел, потом нефракционерный гепарин, а потом еще болезненно увеличить. Я понимаю, что, наверное, выбор был небольшой в ковидном госпитале. Вот, там у нас тоже поначалу было очень мало выбора. Но, тем не менее, так... Ну, вот такие два интересных случая. Во-первых, очень интересно, Андрей Леонидович, спасибо. Вот это, как говорится, ваш личный. И вам спасибо. Мы вдогонку чуть-чуть, что называется, из литературы. У нас не было вот таких интересных сочетаний. Но когда я решил опоискать тоже, зная, что вы расскажете про ОКС и ТЭЛа, я думаю, ну, я, конечно, не перекрою. Я нашел ОКС, ТЭЛа, инсульт. Чтобы три было. Чтобы три в одном. Чтобы три в одном. Ну, да, к сожалению, очень много вопросов. Потому что, ну, публикации, особенно, так сказать, да, зарубежные, и такие очень компактные, они не дают ответов на все вопросы. Вот с докторами, конечно, хорошо пообщаться. Давайте попробуем ответить на вопросы. И первый вопрос Дмитрия. Как правильно интерпретировать показатели Дедимера у пациента с подразделением на ОКС или ТЭЛа? Наверное, не брать просто уровень Дедимера, если подтвержденный. Знаете, Дедимер – показатель исключающий, да, не подтверждающий. А при подозрении на тромбоэмболию, скажем так, с невысокого риска подозрения, я бы так сказал, нормальный уровень Дедимера позволяет, скажем так, это подозрение сделать более низким. Уменьшить до нуля. Уменьшить до нуля. Но все. То есть сам по себе Дедимер как таковой не позволяет вам сделать никаких подтверждающих выводов. Поэтому на него я бы ориентировался с определенным, не то что скепсисом, а не ориентировался бы рутинно просто так. Да. И вот здесь, так сказать, да, посмотрите, пожалуйста, несмотря на то, что мы говорили о том... Кстати говоря, можно было посмотреть и спросить, а какая была динамика Дедимера у вашего пациента с онкологией? Может, он немножко подрос. Возможно. Да. Никто не знает. Может, снизился. А на фоне антикогулянта, как показывает исследование, они обычно снижаются. То есть все будет зависеть еще от того, в какой ситуации даже лечебной будет находиться пациент. Ну, единственное, что старые какие-то такие данные говорят о том, что когда очень высокие значения Дедимера, там 8-10 норм у больного, тогда можно подумать, что это тромбоз рак-ассоциированный. Ну, а там, знаете, а хорошо, я вам 5 скажу. Помните, говорили, что 5 норм Дедимера для ковида, это все вот уже прям тромбоз. Повторяю, еще раз повторяю, каким тестом вы определяете, какой у вас реагент и так далее, и так далее, и так далее. Очень много нюансов. Поэтому, наверное, более специфичным для острого коронарного синдрома действительно являются тропонины. Хотя вот, пожалуйста, тропонин тут был вообще отрицательный, высокочувствительный. И не было динамики. Не было динамики ЭКГ. То есть вот тоже у нас, надо прекрасно понимать, что клиническая диагностика, вот Андрей Леонидович представил как раз клинический подход, который был реализован в центре, где он работает, он является ведущим. А все остальное лишь вспомогательное. Всегда ли возможно, Сергей спрашивает, всегда ли возможно сочетанное выполнение КТ ангиографии легчатых артерий и коронарных артерий? В рекомендациях это прописано, что если у вас есть вопросы, вы делаете пульмонографию и смотрите коронарный. Но, в общем, с практической точки зрения, немножко всегда затруднительно, потому что синхронизация должна быть в одном случае с легочным руслом, в другом случае с коронарным. И в нашей практике все-таки дополнительное введение контраста, честно говоря, требуется. По одному прохождению контраста вы, в общем-то, не всегда это хорошо сделаете, а для данного пациента с ХБП это стоило бы весьма много, скажем, по кресту. Большой проблемой, да. Так физроспора, как теперь принято, надо отмывать до и после, идя на такой риск у больных с хронической болезнью почек. Валерий, спасибо, что вам понравилось, что мы тут вытворяли в студии. Так, Наталья, вопрос. Какой тактике лечения стоит придерживаться после проведения стентирования пациента, который поступил с ОКС и рентгенологическими признаками ТЭЛО? Я не знаю, что это рентгенологические признаки. Ну, наверное, ну, да хорошо, давайте скажем так. Наверное, если мы говорим подтвержденный ТЭЛО, как мы сейчас говорим, мы это довольно подробно разбираем. Вопрос был 17-25, так что мы как раз потом еще обсуждали. ТРОМБОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. Вопрос от Анны. Возможно ли сочетанное действие тромболитического препарата на тромбокоронарной артерии и легочной артерии? То есть вопрос другой. Вот подступил, мы вовремя диагностировали и ОКС, и КТ. Да, и давайте мы тромболизнем все это, чтобы все везде растворилось и было хорошо. Фрагментируется. У меня такого опыта нет. Да, я хотела сказать, что это... Надо тоже, в общем, такие больные действительно эксклюзивно, наверное, с точки зрения здравого смысла. Больной, ну, как... Если у больного острая декомпенсация правых отделов сердца, вы видите, что катастрофа происходит, и вы ввели тромболитику, наверное, не будет катастрофы. Ну да. А потом уже он и решит проблему. Отчасти. ОКС с подъемом сегмента СТ. Но у меня такого опыта нет, и не узнаю, у кого... Да, аналогично, да, сложно сказать. Но, наверное, это повод для того, чтобы сделать такое клиническое исследование. Правда, больных в это исследование мы не наберем. Не наберем. Да. Вопрос, Евгений, как часто в клинической практике врача приемного отделения встречается с сочетанием ТЭЛа и ОКС, и я рискую предположить, что, наверное, это, в общем-то, не для приемного отделения, а скорее... Вот я как раз хотел продолжить, что это уже вопрос... Дестационарный. Опять же, на этапе приемного отделения у больного был ОКС, подозрение на ОКС без подъема сегмента СТЭЛа. Вот все, что врач приемного отделения видел. С учетом коронарного анамнеза, если бы он подумал о тромбоэмболии, у него было бы подозрение высокой вероятности по шкалам на тромбоэмболию. Все, чем ограничивается врач приемного отделения. Все, что он должен сделать. То есть здесь скорее это уже стационарная история, либо какой-то пациент, который, ну, что называется, находится, например, проблемно в домашних условиях, пытается тоже... И сейчас такие люди, которые там врачей к себе приглашают домой, и вот мне плохо, вы меня лечите. Ну да. Да, стационар. Разберитесь, что там со мной происходит. Вот, ну, конечно... А если ваши бете, я вас накажу. Я вас накажу. Давайте без наказаний. Как оптимизировать стационарную помощь, мы, кажется, обсуждали достаточно подробно. Вот я бы сказал так. Вот когда у больного ОКС стела мелких ветвей, риски распределяются немножко по-другому. А тут в фокусе внимания ОКС, вот его и лечить в первую очередь. То, что называется, принимая во внимание все позиции. Да, про мелкие ветви спрашивает не только Анна, но и Ярослав. Алина. По-моему, про спросите, Алина. Но и Ярослав, да. Да, идем дальше, давайте. Да, благодаря за разбор сложного клинического случая. Ну, мы очень старались, и спасибо большое здесь, надо сказать, Андрей Леонидович, который поделился своим листом. Клинические шкалы. Ну, не знаю, какие клинические шкалы. Вот мы их вам много показали. Я думаю, раздельные клинические шкалы. Нет такой одной шкалы, Светлана, которая бы вам вот помогла. Вообще, замечательная есть клиническая шкала. Она на самом деле не совсем шкала. Это такой, ну, я бы сказал, интерактивный, наверное, блок. Он называется клиническое мышление. Да, да. Вот. Оно периодически включает в себя шкалы или знание, где эти шкалы можно посмотреть. Но самое главное, вот как делали коллеги, заподозрить, что что-то идет не так. Почему у пациента восстановили кровоток, ну, глобально неплохо. А одышка не уходит. А почему остается одышка? Ведь можно было, ну, сердечно не даст, что было. В общем, за один год пожилой пациент. Ну, и вот, кстати, применительно к клиническим шкалам, вот смотрите, есть этот парадокс. Как оценить риск кровотечения при назначении антикоагулянтов пациентам с УКС. Любая шкала, которая, вы посмотрите, есть там такая, такой пункт. Антиагрегант, антиагрегант и антикоагулянт. Это априори уже высокий риск кровотечения. Как бы вы не крутили этот кубик-кубик, все равно риск кровотечения будет у вас высоким. А дальше оценивать сопутствующие факторы и, скажем так, уязвимые места, откуда может это кровотечение случиться. Наверное, так это выглядит. Да. Ну что ж, я хочу поблагодарить Андрея Леонидовича за очень интересный клинический случай, беседу и удивительные попытки сохранить точность совершенной и направленность изложения, несмотря на то, что мы с Анастасией Андреевной задавали вопросы и сбивали его с пути, но не сбили. А вам спасибо за приглашение в этот студент. Спасибо огромное. На самом деле, мне кажется тоже, что такие сложные, ну, наверное, полезно, когда мы разбираем в рамках каких-то онлайн-конференций, что-то такое очевидное, чтобы еще раз напомнить, казалось бы, может быть, что-то где-то забытое. А с другой стороны, а где разбирать такие истории? Ну, хорошо, в отделении разберут, ну, на клинической конференции отдельного центра расскажут. А дальше что? А ведь это действительно то, о чем молчат рекомендации. Это действительно то, что, ну, наверное, не пойдем мы все использовать завтра уже, но мы задумаемся. Я, например, буду вспоминать, по крайней мере, первую историю, которая меня здесь напрягла и очень заинтересовала. И, кстати говоря, это вообще полезно, так сказать, для тех, кто работает с антикогулянтами, вообще в этой теме отдельно, что за одышкой, которой можно всегда объяснить кучей других причин, пациент дотренирован, у него ожирение, у него ИБС, у него диабет, у него сердечная недостаточность, может скрываться недиагностированная ТЭЛа. Потому что, когда мы смотрим реальные данные статистики, вот уже за пределами того, понятно, что не такие масштабные, как Андрей Ленчев и показывали, недиагностированная ТЭЛа это 70%. То есть мы диагностируем больше третий. Ну, может быть, чаще будет. Поэтому однозначно мы теперь знаем, во-первых, куда бежать, с кем советоваться и прибыть. И немножко знаем, что делать. Ну, немножко, немножко знаем. Андрей Ленчев всегда говорил, что я тут вот, это наше мнение, да, мы не знаем, потому что молчат рекомендации. Мне кажется, серая зона рекомендации будет всегда сохраняться в нашей практике, потому что невозможно все померить клиническими исследованиями. Ну, и, конечно, я за командный подход, и, так сказать, тот, что был представлен, это огромный труд всей команды специалистов кардиоцентра, а не моя личная точка зрения. Спасибо, что вы представили этот командный подход, ну, а мы пожелаем всем иметь или найти эту команду, с которой двигаться дальше и ничего не бояться, несмотря на все сложности диагноза. Спасибо, профессор Бомаров, профессор Соколова, профессор Напалков. Да, и ты, малыш, заходи, как говорится. Спасибо и вам, уважаемые коллеги, за то, что были с нами. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok